Друзья, у нас в гостях сегодня человек, который ответит на самые важные вопросы. По крайней мере, для некоторых людей точно. Наталья Данилова, заведующая Кушевским физиологическим отделением перинатального центра детской краевой больницы. Кандидат медицинских наук. Наталья Равильевна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, ну подскажите, беременные попадают в особую зону риска при сложившихся условиях карантина? Ну, конечно, беременные попадают в особую зону риска, хотя бы по той простой причине, что сейчас здоровых беременных женщин не очень много. Наши пациентки, к сожалению, имеют достаточное количество экстрагенитальной, так называемой патологии, которая не связана с заболеванием половых органов. И, к сожалению, вы знаете, что ковид поражает людей, у которых есть экстрагенитальная патология в основном. Поэтому наши пациентки, к сожалению, входят в группу риска по развитию ковид-19. Как правильно вести себя в этот период? Потому что очень много плановых осмотров, анализов. Лучше их пропустить или все-таки ничего пропускать не стоит? Как быть? Мамочки сейчас в переживаниях находятся. Я понимаю волнение наших женщин, но все регламентировано, поверьте мне. Существует приказ в Министерство здравоохранения Краснодарского края, по которому вся работа женской консультации родильных домов осуществляется на основании этого приказа. Сейчас каждая пациентка у нас авторизирована. Врач женской консультации имеет телефонную обязательно связь с каждой пациенткой. Прежде чем прийти на прием, пациентка созванивается со своим доктором. График посещения женской консультации уточняется с каждой пациенткой в зависимости от того, какая группа риска у данной беременной женщины. Если пациентка низкая группа риска, то тогда возможно ее плановое посещение один раз в месяц. При этом она созванивается по телефону со своим доктором. Каждая пациентка имеет телефон своего доктора. Если пациентка средней группы риска, то тоже у нее возможно посещение один раз в месяц, но при этом возможно, что врач женской консультации может посетить такую пациентку на дому с ее осмотром. И если необходимость есть, то обязательно делается еще и забор анализов даже на дому. Если же пациентка группы высокого риска, то тогда она у нас посещает женскую консультацию один раз в две недели. Раз в 10-14 дней ее должны осматривать на дому. В это же время ей обязательно делаются анализы, если в этом есть необходимость. Что касается так называемой пренатальной диагностики, куда входит всем известное ультразвуковое исследование, кардиотокографическое обследование плода, то это делается всем пациенткам. Сейчас немного изменили график этого обследования. Ультразвуковое исследование предлагают не проводить первое скрининговое так называемое обследование, если есть возможность перенести его на более поздний срок. В 16-18 недель пациент издает анализы крови. Если не сделано ультразвуковое исследование в 18-21 неделю, переносит на 24. В 30 недель обязательно всем делается УЗИ, всем делается КТГ, выдается декретный отпуск, выдается сертификат. КТГ проводится сейчас, если нет никаких осложнений, в 36, 38 и 40 недель беременности. Если есть необходимость, пациентку укладывают в стационар, если это пациентка высокой группы риска, то есть необходимо ее наблюдение. Укладывается либо в соответствующее профильное отделение роддома. Опять-таки обязательно должна отметить, что не должно быть у пациентки при госпитализации учреждений явление ОРВИ. Если у пациентки есть явление ОРВИ, то есть она предполагается, что сейчас любой ОРВИ рассматривается, к сожалению, как ковидная инфекция, то вопросы ее госпитализации согласовываются каждый раз отдельно, обязательно с участием краевых специалистов, краевого обширогинеколога. И тогда уже в зависимости от того, что мы хотим лечить, либо патологию плода, либо экстрагенитальную патологию, тогда мы созваниваемся и решаем в каждом конкретном случае индивидуально, куда эта пациентка направляется на лечение. ОРВИ, если вот сейчас какая-то паника среди беременных женщин, потому что вот мои знакомые, они, конечно, пребывают в состоянии такого стресса и постоянно напишивают своим врачам, вот как у вас телефон разрывается? Телефон разрывается, все пациенты нервничают. Но все пациенты имеют наши телефоны. И поверьте мне, иногда достаточно обычного телефонного разговора для того, чтобы успокоить пациентов. Паники нет. У нас родильные дома работают в штатном режиме. В соответствии с приказом о шортизации беременных все четко отработано. И скорая помощь, когда привозят пациентов с какой-то либо патологией, они знают, куда уже везти. Поэтому в этом случае паники не должно быть никакой. Ну, скажите, вот если говорить про тему беременности, родов, то сейчас многие выбирают такие партнерские роды. Можно ли сейчас вот рожать с мужем? Нет, в соответствии с приказом по профилактике внутрибольничных инфекций, сейчас партнерские роды, к сожалению, запрещены. У нас было очень много партнерских родов, но сейчас мы не учитываем абсолютно даже лиц сопровождающих. К сожалению, мы ограничены эпидемиологической ситуацией. Всегда интересно узнать, когда вот особенно в век технологий сейчас все уходят в социальные сети, и очень много блогеров появилось, девчонок, которые, грубо говоря, выбирают домашние роды без какого-либо присутствия врачей. Все это даже снимают на телефон, это все в открытом доступе. И вот как врачи, профессионалы вообще относятся к такой практике? Это приемлемо или лучше все-таки оставить... Вы знаете, я вам могу сказать, что это неприемлемо, потому что роды... Повторюсь еще раз, не все женщины у нас здоровы. Осложнения могут быть разные. Поэтому, естественно, роды должны протекать в специализированном лечебном учреждении. Я считаю, что это недопустимо, это и политика нашего государства в этой области. Недопустимы роды без медицинского персонала. Есть так называемые долы, но про это тоже говорят очень много, но поймите, женщина-дола – это не врач, это как минимум человек, который где-то что-то почитал, как максимум это может быть акушерка, которая уже не работает. Поверьте, у них тоже не хватает достаточного уровня знаний для того, чтобы ввести роды в домашние условия. Вот скажите, а какие вот все-таки, ну, если говорить про профилактику, про безопасность, какие меры можно предпринять дома, чтобы дезинфицировать, там, может, купить кварцевые лампы или еще что-то? Стоит вообще это делать? Ну, вы знаете, меры профилактики как для беременных, так и всего населения, они одинаковые. Естественно, избегать скопления присутствия там, где очень много людей, это должна быть все-таки самоизоляция с ежедневным проветриванием помещения, где находится беременная женщина. Необходимо обязательно обрабатывать руки. В качестве мер профилактики, то, что нам рекомендует Министерство здравоохранения, это орошение носа и полости вта, возможно, раствора нефизраствора, поскольку снижается бактериальная обсемененность, и для профилактики беременным женщинам рекомендуют применение препаратов для интраназального введения интерферонового ряда. Они есть в свободной продаже, в свободном доступе, поэтому их можно спокойно капать. Что касается бактерицидных ламп или другого оборудования, ну, для самоуспокоения их можно применять. Никто не говорит, что нельзя, потому что данные о нахождении вируса на поверхностях, они каждый раз меняются. Говорили, что в течение 3-4 суток живет вирус, да? Поэтому, говорят, надо обрабатывать, обрабатывать антисептиками поверхности. Когда вы приходите, обязательно обувь должна быть в другом месте, да? Ее надо оставлять, обрабатывать руки, умываться глаза. То есть это все стандартно. Наталья Равинина, спасибо вам огромное. Я думаю, что многие наши телезрительницы сейчас выдохнули, успокоились, побежали на всякий случай звонить моим врачам, уточнять какие-то вопросы.